Всем привет! Я давно хотела записать для вас это видео, но почему-то не находила времени, находила места, и вот сейчас, сидя на скамеечке в парке, решила, а почему бы и нет. Тема моего нового выпуска — праздник должен заканчиваться вовремя, и сейчас я расскажу, почему именно вовремя является ключевым моментом. Все мы знаем, что зачастую мероприятие начинается очень рано именно для именинников, именно для виновников торжества. Бывает такое, что невесты встают в 3 утра, бывает такое, что они открывают глаза в 5, кто-то делает все правильно, на мой взгляд, и встает не раньше 8-9 часов утра. В общем, ситуации бывают разные, и, конечно, когда праздник заканчивается в 11-12, а может быть и позже, организм психует, организм стрессует, организм к этому не готов. При всем при этом, если тайминг-план дня составлен не совсем грамотно, я бы сказала, страдают не только виновники торжества, страдают также гости, потому что им тоже нужно с утра сделать прическу, им нужно позавтракать, им нужно собраться, доехать и так далее. У них тоже день может начаться не в 3 часа дня, как хотелось бы, а задолго до. Именно поэтому я не вижу никакого смысла растягивать праздник и уж тем более делать его более чем 12 часов. Если вы стартуете в час, то закончить лучше в 11, если вы стартуете в 3, то закончить тоже лучше в 11. Сейчас я попробую вам объяснить на пальцах. Смотрите, когда вы организуете свое мероприятие, вы можете рассчитать правильно время, только зная ответы на следующий вопрос. Место проведения праздника. Сколько люди до него будут ехать? Сколько люди будут после него возвращаться домой? Во сколько самая первая важная ответственная часть? Это может быть роспись ЗАГС, это может быть какая-то встреча на прогулку, это может быть еще какое-то событие, на котором должны, я надеюсь, не выкуп, но все же должны присутствовать большинство гостей. Сколько по времени, дороги и сил нужно будет людям, чтобы доехать до следующей точки банкета? Передвигаются ли они на своем собственном транспорте, либо их отвозит трансфер? И, соответственно, где вы празднуете ваше мероприятие? Я имею в виду банкет, какая-то точка, фуршета, какая-то точка, где вы в итоге соберетесь все вместе. И именно от этого будет зависеть, сколько люди еще после вашего праздника будут ехать до дома. Допустим, если мы работаем где-то в Подольске, а гости живут в Зеленограде, если праздник заканчивается в 11, то они будут дома к часу ночи. Согласитесь, сложновато. Все-таки есть вариант, что они захотят уехать с вашего праздника пораньше. Особенно это проблематично, если они едут не на своем транспорте, если они едут в общем трансфере. Он едет медленнее, всех нужно дождаться. Вот это долгое передвижение. В общем, это достаточно энергетически сложно. И, наверное, один из самых важных моментов, почему не стоит затягивать праздник, это массовая пьянка, скажем так. После 9 часов вечера, когда на улице уже темно, обычно организм начинает требовать больше веселья, больше танцев, больше драйва и, соответственно, больше алкоголя. И есть такая проблема, не все умеют грамотно пить, не все знают свою дозу, и порой случается так, что, когда наступает вечер, кто-то обязательно перепевает. И это не самая приятная ситуация. Это очень сложно решать. Нужно очень корректно выводить человека с мероприятия, если он начинает буянить, если он начинает портить атмосферу. Уж точно нельзя допускать какой-то драки вследствие вот этого алкогольного опьянения. Поэтому праздник нужно заканчивать вовремя. Не нужно это делать в 12, не нужно это делать в час. Закончите его пораньше. Пусть, допустим, часть взрослых уедет после тортика, закажите им отдельный трансфер. А с молодежью вы всегда сможете остаться и продолжить тусить дальше. На самом деле, общаясь с многими моими молодоженами, они еще в момент подготовки мне говорят, «Валентин, да мы такие стойкие, мы еще после своей свадьбы поедем по барам, по кальянам, по тусовкам, по клубам». И я просто вижу их лицо и вижу их состояние уже в конце свадебного дня. И они мне говорят, «Мы, пожалуй, в номер, мы немножко подустали, вы нам там положите с собой немножко перекусить, водички, спасибо огромное». И на этом, в общем-то, все заканчивается, потому что действительно это, ну такое, это очень морально сложный процесс. Это не только физически ваша вовлеченность в течение всего дня, это именно психологические аспекты и нюансы, которые, ну, держат вас. И вы можете расслабиться только в конце вашего праздника. Поэтому я считаю, что праздник должен заканчиваться вовремя. Вот торт нужно точно выносить не позднее, чем 10 часов вечера, полчаса давать людям на чаепитие, кофепитие, и вызывать уже трансфер, который доставит ваших гостей до какой-то точки метро, либо до их домов, либо каждому вызывать такси. Здесь вам поможет организатор, это ординатор, люди, которые будут делать для вас этот праздник. Не делайте торт слишком поздно, иначе у вас половина гостей уедет, так его и не попробовав. На этом я буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Пусть ваш праздник получится идеальным и безупречным.